Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все лето на Гомельщине леса одновления будет проведено на 11 тысячах гектаров. Это больше, чем в других областях Беларуси. Необходы из таких масштабных работ лумачатся проведенными санитарными рубками древ, которые были пошкоджены караедом. А мальчевель запланованных посадок сделает подчас тыдня лесу. А тому великие надеи на допомогу насильництва. В акции принимает больше и больше количества людей, и школьники, и райисполкомы, и другие организации. В этом году тоже планируется и экология, и представители государственных организаций, комитеты госконтроля. Акция полномасштабная, и народ ее воспринял. Одночасово с посадкой саджанцев у рамках тыдня лесу запланованы работы по уборцей смете и приведении у парада к месту отпочинку. На Гомельщине акция протягнется до 15-го красавика. Делегация военных атташе за 11-ти краин наведала Гомельскую в область. Гостей ознайомили с ходом расследования криминальной справы об геноциде белорусского народа у годы Великой Айчинной войны. Военные атташе побывали на месте раскопок в Учонковском лесе Гомельского района, где с расстрельных ям празд 10-ти годы поднимаются останки мирных людей. С посадку раскопок знайдены больше, как 800 охвяр фашизму, и эта работа протягивается. Дипломаты усклали к ветке даме Мрыяла в Учонковском лесе. Мы знаем об этом, что много людей таким способом здесь погибло. Тоже такое место, и в Минске мы посетили, где граждане Ческой Республики, откуда я, там тоже их много было, и каждый год мы ходили с послом, положить цветы и помнить эти трагедии Второй мировой войны. Во всех странах военные атташе посещают эти места и вместе все вспоминают. Без этой истории нельзя строить будущее. Подчас таких поездок делегации назирают за ходом в учениях, наведываются военные части, державные предприемства, которые являются визитной карткой краины. Белорусские военнослужащие готовы до выполнения любых задач. По дуручении президента, в Украине сейчас проходит проверка боегатовности армии. Военный комиссариат города Гомеля проводит активную работу по притягнению особистого состава. За обеспечение миру на белорусской земле – головная задача, которая стоит перед Узброенными силами. Особенно это важно в умовах переменливой геополитической обстановки. Целью данных сборов является повышение уровня боевой подготовки каждого военнообязанного и соединения в целом. В ходе общения с гражданами приятно осознавать тот факт, что наши граждане готовы к прохождению данных военных сборов и хотят стать в строй. Сборы носят плановый характер и спланированы до 35 суток. Войски будут действовать на полигонах, населенных пунктах с передолинем водных пирожкот. Особливая увага и работа с военной техникой. На работе получил повестку, по повестке прибыл сюда и получил еще одну повестку на сборы. Ожидания хорошие. Вспомним, потянем свои знания. Думаю, все произойдет отлично. Плановые обучения проводятся что-месячно. Группа с Гомеля в складе 100 человек накировалась условием, где пройдут сборы. На Гомельщине начался другой этап реализации проекта «Школа молодого кировника». На протягу 6 месяцев перспективные специалисты агропромыслового комплекса будут проходить стажировку у лепших господарках региона. После чего их заличать у областных резерв кадров. Проект «Школа молодого кировника» прошел апробацию в минулом году. Как и летость, все лето удельники отримают практичные навыки у сельско-господарших предприемствах, а так само теоретичные веды. Для проведения занятков будут запрошены выкладчики сельско-господарших ВНУ и Академии кирования при президенте Республики Беларусь. Кожный месяц удельники проекта будут приезжать в Гомель для сдачи экзаменов. Из 20 человек, выпущенных в прошлом выпуске, 15 молодых людей стали руководителями сельхозорганизации. Возглавляют в большинстве своем. Это действительно проект, который получил свою основу. Мы сегодня открываем набор второй. В этом наборе более активно молодые люди подошли. Мы сегодня набираем более 35 человек в эту школу. Ну и планируем, что все-таки это будет наш перспективный резерв для пополнения руководящих кадров агропромышленным комплексом. После закончения реализации проекта специальная комиссия оценит с дольности кожного. Лепшим пропонуют больше высокие посады, включающие директоров сельско-господарших предприемств. До речи, сейчас со 185 господарок региона у 15 нема кировников. Сирот головных потребований до удельников проекта, бачене шляхов развития глины, подрихтовка будущих специалистов, празд профориентационную работу у старейших классах середних школ и здольность працевать в коллективе. Каждому человеку нужно иметь подход на самом деле. Ты как бы руководитель, ты должен знать, что у него в семье творится, что у него во дворе, чтобы немножко понимать, как с ним общаться. И каждому человеку это же индивидуальный подход. И я думаю, я бы справился. Практичные занятки у удельников проекта «Школа молодого кировника» почнутся 12-го красавика. Як подрихтовать поспяховых кировников? Отказ ведают на Гомельском заводе «Лиття и Нармалев». На предприемстве реализуется уникальный проект «Дублер». Его мета – подрихтовка специалистов высшего звена, злику молодых кадров. Першими выниками подекавилися наши корреспонденты. У Владислава Белошова на посаде начальника транспортного цеха у сего неколький дзен. Восемь месяцев тому и он пришел на завод «Лиття и Нармалев» майстром. На початку года его включили в проект «Дублер». После двух месяцев стажировки на посаде кировника, отрымал пропонову, узначались подразделения. Кажется, что сумнений не было, был пироканан, что с новыми обовязками справиться. Навод, не глядяши на взрослый, у Владислава Белошова у сего 24 года. Мастером подчинения 8-10 человек, а тут цех 220 человек. Очень ответственная работа. За каждого отвечаешь, за каждым следишь, проверяешь. Работа есть работа. Идея реализации проекта «Дублер» на предприемстве возникла в минулом году. Практичные стажировки начали у студии. Своих дублеров пропоновали сами кировники подразделения. А тому некой конкуренции непоразумения не было. Мы получили действительно результат. У нас было более 40 дублеров. Это из числа молодых специалистов, которые имеют высшее образование. Мы их закрепили за руководителями структурных подразделений. На сегодняшний день мы уже имеем одного из старшего мастера, уже начальника цеха. Мы сегодня его уже назначили. Он уже работает начальником цеха. Есть молодые специалисты, которые уже, мы уже видим, что в этом первом полугодии как минимум 6-7 человек уже займут вышестоящие по ступени должностей. Кожный працованный день дублеры на некольких годин полностью заменяли своих кировников. У якости мотивации зарплата с повышающим коэффициентом. При необходности куратор мог отменить решение подначального, але отбывалось это очень редко. Четыре часа она работала, выполняла мои обязанности как начальника БТК. Она давала свои требования, где-то какие-то вопросы решала. Все то, что должна была делать я, выполняла эту работу она. Где-то необходима была помощь, я корректировала ее действия, подсказывала, помогала в разных ситуациях. Наталья Козлович – ясший один удельник проекта «Дублер». Ранее працавала контролером, теперь займая у бюро техничного контроля у посаду старшего майстра. Кажет, что с пропоновой принятию дел в программе погодилась одразу. Удел ее и дозволил не только отримать новый опыт, але и переконаться. И она – сдольная быть кировником. Мара может стать реальностью Наталья Козловича, заличенную в резерв кадров предприемства. Я бы хотела себя попробовать в роли начальника. Может быть даже не начальника БТК, а другого начальника, но мне это интересно. Зараз на Гомельском заводе «Летя и нормалев» начинается другий этап реализации проекта «Дублер». На протягу двух месяцев своей махчимости на кирующих посадах продемонструють еще 10 молодых специалистов. Программа различена до конца года. Олег Сентьеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Как социализовать людей с обмежеванными махчимостями? В опыт Рогачевщины выучали депутаты региона. Вядома, что у каждом районе в области свой особливый стиль работы, своя система взаимодействия между органами улады и местовыми жихарами. Тому выездные встречи депутатов допомагают сдалиться опытом работы на местах, переймать новый досвид. Про тяг темы – далее в сюжете. В Рогачевском районном центре коррекционно-развивающего научения и реабилитации около 200 выхованцев. Раннюю комплексную допомогу что год тут отримывают больше за 100 детей. Зими занимаются квалифицированные дефектологи и педагоги-психологи. Наставников с первой категории тут больше за 70%. В взаимодействии со своим детям они научают и родителей. В классы и группы к нам поступают дети с 3 лет и до 18 лет. Школьное обучение у них начинается с 8 лет, 10 лет обучения. А ранняя комплексная помощь охватывает детей с 0 до 3 лет. Есть такая форма специальная, как индивидуализированное обучение с психолого-педагогическим сопровождением в семье. Это когда наши специалисты выходят на дом, наблюдают ребенка, отмечают его достижения за какой-то период. Отримать працонную специальность подлеткам с психофизичными особливостями развития ургачови допомогает будавнейший технологичный колледж. За опошние 20 годов тут выпустили коля 300 инковщиков и тесляров. До речи, на предприемствах района працуют больше за 400 инвалидов. У нас обучается 396 учащихся. Дети, которые с особенностями психофизического развития, они у нас получают две специальности. Это штукатур и столяр. Наши ребята – постоянные участники республиканского конкурса профессионального мастерства «Волк Скиллз». У Рогачевским районе омаль 3800 людей с инвалидностью. Один из постулатов президента в послании белорусскому народу и национальному сходу – социальная справедливость. Уже тё громадство повинны быть интегрованные усе пласты насельства незалежно от физичных махчимостей, подкреслила старшиня областного совета депутатов Катярына Зенкевич. Начинать эту работу нужно прямо с рождения ребёнка и дальше сопровождать его. И если вначале это только здравоохранение, дальше это образование, а дальше это трудовая деятельность. Сегодня каждый человек хочет и должен получить возможность работать и дальше жить в нашем обществе. Сегодня в регионе проводится вялизная работа для того, как люди с инвалидностью были счастливыми и отчували себе полновартостными членами громадства. Николай Зайцев, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель» Заргачевского района. Паспробовали оперировать и наведали соправдные экзамены. Проект «Студент на тыдень» собрал у Гомельске медуниверситете колясо ракаталиновитых старшоклассников, які я марать звязать житё с профессией урача. Подчас весенних каникулов подлетки максимально окунулися в учебный процесс и навод у навуковую деятельность университета. Алексей Щерба приехал из Минска, чтобы на тыдень стать часткой наимолодейшего медуниверситета Белоруссии разом с тым одного из самых передовых. Мара профессии почалась с семьи. Мать юнака працуя урачом. Привела сюда очень большая обширная научная база. Помогать людям очень хочется даже. Упор на детскую хирургию интересный. Всё-таки как-то больше в такой тяжёлой профессии поработать. Для университета подобного на вину, что тысячи медицинских вины Украины, ранее проект «Студент на тыдень» проводился только у столицы. Насыщенные весенние каникулы – прозактивное студентское житё. Покуль без экзамена у из-за лика Олеусю Роуна пришлось постараться. На данном тренажёре мы отрабатываем навыки захвата сосуда инструментами лапароскопическими. Этот тренажёр хороший, на нём прям можно отработать и научиться делать какие-то простые операции. Учебный центр Гомельского медуниверситета – один из лепших в Беларуси. В распоряжении студентов модули с симуляционными приладами. Отпроцовка навыков от лапароскопичных операций до реанимации. Максимальности центра НАВА позволяют, будучи медикам, сдавать экзамены в умовах максимально наближенных до клиничных. Выкладчик «Сочить» за ходом испытал дистанционно. Студенты на тыдень в ушне профильных классов поглибленно выучают химию и биологию. При поддержке старейших товарищей школьники взялись за свои первые грунтовные навыковые артикулы. Такая вот работа на перспективу. Я хочу сформировать будущий резерв на поступление в медицинский университет. Мы знаем, что с этого года у нас есть возможность принимать по результатам внутриуниверситетских олимпиад. И мы уже провели первую внутриуниверситетскую олимпиаду. И по сути, вот это та группа ребят, которые будут участвовать в олимпиадах в следующие годы. Ведь действительно приятно, когда уже в марте месяце студент, а он уже студент зачислен в число представителей университета, и у него впереди прекрасное свободное лето для этого еще одиннадцатиклассника. И его родители уже знают, что он остается, будет учиться, и все у него будет хорошо. У Гомельском медицинском университете навучаются коляча трех тысяч студентов с прикладно 30 краин. Выкладчицкий состав АМАЛЬ 500 специалистов. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН. Священная реликвия вернулась до дому. В Гомельской епархии презентовали поставную грамоту 1681 года, которая в студенте этого года была выкуплена на замежном аукционе и повернута в Беларусь. Документ подкресливает историческое иснование храма Роства Божьей Матии, который находится на месте храма Иоанна Христителя. Он в свой час был центром православия на Гомельщине. Чем еще отметный документ, доведались наши корреспонденты. Уникальность поставной грамоты не только в часе походжения. И она написана на старо-беларуской мове. Не глядя на то, что родная мова была вытеснена в тот час. Данный документ, исторической важности документ, который в свое время был вывезен за пределы Беларуси, и который сегодня возвращен назад в Беларуси, который нам рассказывает о той жизни приходской, которая была в 17 веке, о храме, который не сохранился до наших дней. Этот храм был на территории парковой зоны. На том месте сегодня стоит крестильный храм в честь Иоанна Христителя, это возле собора. Вот когда шли там раскопки, то там были найдены фундаменты, и обгоревшие бревна от этого деревянного храма Рождества Божьей Матери. Реликвия – соправдный скарб для студентов-историков. Сфера науковых интересов Ивана Попова в учениях истории православия. За свое науковое досягнение хлопец уже другие года отримливает архиерейскую стипендию. Направление это довольно тяжелое. Связано оно прежде всего с источниковой базой. Приходится работать непосредственно в архивах, потому что осталось слишком мало источников личного происхождения от священно-церковных служителей и от простых мирян. Ну вот, благо, есть возможность поработать в Гомельском государственном архиве Гомельской области, в архиве гомельских общественных объединений. Ну и это основа моей работы сейчас. Знайомство с реальными артефактами – это махчимость поширить кругогляд и обрать шляху науку прозведания аспекта православия на белорусской земле. На мой взгляд, очень важна сейчас и актуальна в нашем обществе проблема сохранения единства. И церковь, она очень важна в этом вопросе. Это один из фундаментов нашего общества. И изучение нашей истории церкви, и приобщение к основам нашей духовности очень важно для воспитания подрастающего поколения. Комплексная работа Гомельской епархии и университета имя Франциска Скарыны ведется уже протяглый час. За доследчивое достигнение у Галине православия студенты и выкладчики гисторичного факультета могут отримать специальные премии и стипендии. В этом году это два лауреаты. Архиерейская стипендия и архиерейская премия введены с 2014 года. С того времени у знака рода стала традиционной. Татьяна Пемененкова, Миколай Зайцев, Александр Чернышевич, телерадио «Компания Гомель». Характер и тривалость уже ночам обличчим. У Гомеля ушановили представник жаночей команды Белоруссии по боксе. У их лику бронзовый призер чемпионата света по боксе сяроджанчин Юлия Апанасович. Майстерство и соправдная любовь до спорта у девчины в Пальчатках 24-го Соковика принесла перемогу у само белорусскому спорту. Гомельчанка признается, что это не мяжа досягнений и пережитые эмоции повинны будут полторыться. У каждого тренера амбиции больше, чем у спортсменов. Естественно, у нас есть планы становиться все выше и выше, лучше и лучше. Разумеется, хотелось бы Олимпийские игры покорить. Ну, не знаю, как будет складываться все с этим. Поэтому сейчас соревнования, еще пока неизвестно, какие у нас будут. Готовимся, поддерживаем форму. Для нашей страны это первый завоеванный медаль сусветного форму за опущенные годы в этом виде спорта. Это и другие новины вы можете узнать у нашем телеграм-канале, а также на сайте у интернете по адресу tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...